Они красивые, мощные и очень быстрые. Эти машины на порядок лучше остальных. Время узнать почему. Гоночная машина только с номерами. Мы отправляемся туда, где производят эти потрясающие машины. Наслаждайтесь поездкой. Мегазаводы, суперавтомобили. Далее на канале National Geographic. На этом суперсекретном мегазаводе создается уникальный автомобиль. Мастера собирают вручную машину, которую считают настоящим произведением искусства. Их цель – не заработать. Эта машина должна вывести марку стоимостью в миллиард долларов на новый уровень. Мегазаводы, суперавтомобили. Lexus LFA. Японская марка Lexus делает ставку на роскошь. Рекламируя свои машины как элегантные, тихие, высокотехнологичные и экономичные. Теперь логотип Lexus появился на совершенно ином автомобиле. LFA. Агрессивным, громком, динамичным. Самый высокооборотистый серийный V10. 325 километров в час. Lexus никогда не производил ничего подобного. Марке Lexus всего чуть более 20 лет. Крупнейшая компания-автопроизводитель в мире Toyota создала эту марку с целью конкурировать с другими марками класса люкс, Mercedes-Benz, BMW и Jaguar. Это сработало. Lexus сегодня одна из самых продаваемых марок класса люкс в США. Но сейчас компания приняла решение несколько оживить марку. Главный инженер Танахаши Хорухико, автор этой идеи. В LFA видны страсть, эмоциональность, не присущие предыдущим машинам Lexus. Нашей целью было развитие марки в этом направлении. Вот как был создан этот автомобиль. Танахаши уверен, что эта марка может олицетворять нечто большее, чем просто роскошь. Я хотел создать новый спорткар, способный конкурировать с авторитетами европейских так называемых суперкаров. Porsche, Ferrari, Lamborghini. Который показал бы им, что мы, японцы, тоже способны создать нечто подобное. Это риск. Компания никогда прежде не выпускала ничего подобного. Ее репутация зависит от успеха автомобиля. Главный инженер Танахаши делает шаг в неизвестность. Он должен с чистого листа создать автомобиль, команду рабочих и сам завод. Мне была предоставлена свобода действий, и там, где не было готовых решений, я находил выход. Найти завод в Японии несложный, если ты представляешь крупнейшую компанию страны. Компания Toyota настолько велика, что у нее есть даже собственный город, Toyota City. Из 15 заводов компании 10 располагаются в этом городе или недалеко от него. Среди них сборочный завод Matamachi. Компания переоборудовала два ничем не примечательных корпуса этого мегазавода под сборку LFA. Затем из 50 тысяч рабочих Toyota в Японии были отобраны 175 человек. Все работники, собирающие LFA, ощущают себя мастерами, а не простыми операторами сборочного конвейера. Этих специалистов называют такуми – искусными мастерами. Таким званием жалуют лишь самых квалифицированных и умелых рабочих. Все рабочие здесь, на LFA Works, стремятся к достижению совершенства. Подходят к этой задаче с подлинным самурайским духом. Японако Шигеру, управляющий сборочной линией нового Лексуса LFA Works. Своей репутацией специалиста по организации слаженной работы рабочего коллектива он обязан древней японской традиции – бейсболу. До этого я работал менеджером бейсбольной команды Toyota Motor Company, в которой играли люди с разных заводов. Именно потому, что я справлялся с организацией работы команды, я был назначен управляющим этого производства. Чтобы достичь своей цели создания нового автомобиля, этот тесно спаянный коллектив использует современнейшие инструменты и материалы. Самым важным из этих материалов является углепластик. Применение углеволокна определяет характеристики автомобиля. Этот материал в пять раз прочнее стали, и при этом на четверть легче нее. Он используется как в болидах Формула-1, так и в авиакосмической промышленности. Компания Toyota даже производит собственное углеволокно. Прямо здесь, на заводе. До сегодняшнего дня ни одна съемочная группа не получала доступа на это сверхсекретное производство. Сначала из простых нитей углеволокна с помощью автоматической ткацкой машины изготавливается полотно. Затем эта ткань с помощью температуры давления поликарбонатной смолы и трудоемких процессов превращается в основу автомобиля, называемую ванной. Основание рамы собирается как трехмерная головоломка. Сборка начинается с создания пола. Для его изготовления на матрицу накладываются точно вырезанные элементы из углеволоконного полотна. Затем умелые такоми разглаживают гибкую ткань по матрице. Эта деталь станет туннелем в полу кузова, в котором будет проходить карданный вал и выхлопные трубы. В сложных местах вроде этого полотно неизбежно расплетается и выглядит не очень опрятно. В таких местах наш рабочий действует так же аккуратно, как при работе с шелком. Кроме того, рабочий носит маски, чтобы не вдохнуть опасные для жизни волокна. Вначале рабочим было очень непросто работать с этим материалом. Но этот труд облегчило использование утюгов. Чтобы закрепить форму готовой детали, ее подвергают термической обработке. А затем она закрепляется на оправке с семью другими деталями пола и отправляется под пресс, развивающий давление в тысячу тонн. В оправку закачивается клееподобная смола, и вся конструкция запекается в течение 8 часов при температуре 130 градусов. Под действием давления и температуры смола застывает, соединяя элементы и получается готовая панель пола автомобиля. В 2000 году концепт суперкара мирового уровня существовал лишь в сознании одного человека. Без особых ожиданий я обсудил эту идею с небольшой группой людей из верхушки компании, и они сказали, давай попробуй. Получив разрешение на продолжение работы, Танахаши собрал вокруг себя группу инженеров, и они начали решать основные инженерные задачи. В начале мы планировали сделать кузов из алюминия. Но Танахаши в восторге от возможностей, которые дает углеродное волокно. Во время разработки суперспорткара я действительно хотел использовать углеродное волокно, если бы была такая возможность. Но у этого чудо-материала есть свои недостатки. Он очень дорогой, и компания никогда не использовала его в создании своих автомобилей. Несмотря на эти серьезные проблемы, Танахаши удалось добиться своего. В 2005 году мой босс сказал, почему бы не использовать углеволокно. И тогда я решил использовать углепластик. Это смелый шаг. Всем участникам проекта придется работать с материалом, опыта обращения с которым нет ни у кого. Рабочие имели дело с углеродным волокном впервые в жизни, и работать было сложно. Такоми возвращаются с обеденного перерыва на современнейшее углеволоконное производство. Они очищают себя с помощью пылесосов, чтобы удалить все посторонние частицы, прежде чем зайти в сверхсекретное герметичное помещение. Здесь с помощью сложнейших технологий создается большая часть центральной секции основания рам автомобиля. Автоматический лазер вырезает из углеволоконного полотна, пропитанного липкой смолой сотни отдельных элементов. Затем Такоми выкладывают эти элементы на матрицы в некоторых местах до 20 слоев. Это будущая правая панель. Рабочие используют фен, чтобы повысить температуру материала и слегка растопить смолу для его укладки на место. Клейки и элементы прилипают друг к другу, а любые пустоты удаляются путем помещения детали в вакуумный мешок, сжимающий все слои. Обернутая в пленку панель перевозится на другой конец завода и загружается в автоклав. Всю ночь она будет запекаться при температуре 150 градусов, благодаря чему смола затвердеет, и получится ультрапрочная и ультралегкая панель. Такая же панель из алюминия была бы в два раза тяжелее. Экономия веса – главное устремление всех инженеров, проектирующих автомобили. Меньше веса и больше мощности приводят к улучшению скоростных характеристик, а скорость – основная характеристика суперкара. Кузов LFA на 65% состоит из углеволокна, что позволяет машине разгоняться с нуля до 100 км в час за 3,7 секунды. Если бы кузов был выполнен из алюминия, он был бы на 100 кг тяжелее, все равно, что на заднем сидении сидел бы борец Сумо. Сейчас общий вес машины составляет всего 1400 кг. На заводе в закрытом помещении особая машина создает две важнейшие детали для завершения сборки основы рамы автомобиля. К продольным брусьям крыши закрепляется лобовое стекло. Кроме того, они защитят водителя в случае, если машина перевернется. Этот специально созданный круглоткацкий станок плетет углеволоконные брусья в трех измерениях. Устройство использует лазеры для контроля подачи углеродных волокон на 144 бобины. Они оплетают волокном сверхсекретную автоматизированную матрицу, подаваемую через центр станка. Матрица перекрестно оплетается дважды, чтобы брусь получился прочнее. Система не зря имеет собственный центр управления. Если что-то пойдет не так, даже при малейшей неполадке, форма мгновенно искривляется, поэтому оператор постоянно следит, чтобы не допустить этого. Брусь нагревается и дополнительно пропитывается смолой для завершения его превращения из гибкой трубки в твердый, как камень, брус. Можно подумать, что он тяжелый, но на деле его вес всего 2 килограмма. На этом суперсекретном мегазаводе создается уникальный автомобиль. Мастера собирают вручную машину, которую считают настоящим произведением искусства. Их цель – не заработать. Эта машина должна вывести марку стоимостью в миллиард долларов на новый уровень. Марке «Лексус» всего чуть более 20 лет. Крупнейшая компания-автопроизводитель в мире «Тойота» создала эту марку с целью конкурировать с другими марками класса «Люкс», «Мерседес-Бенц», «БМВ» и «Ягуар». Это сработало. «Лексус» сегодня – одна из самых продаваемых марок класса «Люкс» в США. Они красивые. Мощные. И очень быстрые. Эти машины на порядок лучше остальных. Время узнать, почему. Гоночная машина только с номерами. Мы отправляемся туда, где производят эти потрясающие машины. Наслаждайтесь поездкой. Мегазаводы. Суперавтомобили. Далее на канале National Geographic. Мегазаводы. Суперавтомобили. «Лексус». «ЛФА». Японская марка «Лексус» делает ставку на роскошь, рекламируя свои машины как элегантные, тихие, высокотехнологичные и экономичные. Теперь логотип «Лексус» появился на совершенно ином автомобиле. «ЛФА». Агрессивным, громким, динамичным. Самый высокооборотистый серийный В-10. 325 километров в час. «Лексус» никогда не производил ничего подобного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова